Здравствуйте! Вы на канале Синие Крылья. В этом видео я продолжаю знакомить вас с рационом питания моих попугаев, монахов, квакеров. Я применяю цирковую диету. В состав диеты должно входить не менее 30 ингредиентов ежедневно. В прошлом видео я рассказывала об овощном салате, в состав которого входят 12 продуктов. Сегодня я приготовлю смесь бобовых и каш и добавлю в рацион питания птиц еще 6 продуктов. Сначала я приготовлю бобовые. У меня это будет нут, фасоль и чечевица. Я все взвесила в равных количествах в разной посуде, помыла и замочила в холодной питьевой воде на всю ночь. Утром сварила все эти три продукта в разных кастрюлях по отдельности. При варке бобовых и каш, кроме воды, ничего не добавляла, не использовала соль, сахар и молоко. Нут варила 30 минут. В состав бобовых входит большое количество растительного белка, который занимает особое место в кормовом рационе птиц, поскольку не может быть заменен ни жирами, не углеводами. Белки входят в состав всех органов и тканей птиц и поэтому являются обязательным питательным веществом. Фасоль варила 45 минут, затем слила воду и оставила охлаждаться. Кроме предложенных мною продуктов, вы можете добавить любую смесь бобовых, например, горох, маш, бобы и другие виды фасоли. Все то, что есть у вас в наличии дома. У меня же третий продукт чечевица. Чечевица готовится быстрее всего. Достаточно варить в течение 15-20 минут. После приготовления всех трех продуктов смешала их вместе и измельчила блендером до более-менее однородной консистенции. Я даю попугаем по 5 граммов смеси бобовых ежедневно. Чтобы упростить процесс и заготовить такое пюре сразу на месяц, я скатала бобовую массу в шарики весом по 10 граммов и положила в морозильную камеру. Одного такого размороженного шарика хватит на два дня для двоих попугаев. Сама по себе смесь бобовых очень сухая. И чтобы птицы ее охотнее поедали, я смешиваю пол шарика с 5 граммами каши и даю это все вместе попугаем. А если моим птицам предлагать бобовые, не измельчая их, то попугаи укусив один раз бросают остальное, как правило за пределы кормушки. Кашу я готовлю из гречки, риса, пшена и кукурузной крупы. Также у меня здесь есть чечевица. Чечевица входит и в бобовую смесь, так что я ее не учитываю как пятый продукт. Просто я смешала эти крупы еще до того, как решила увеличить количество бобовых в рационе попугаев. Кашу для попугаев лучше готовить из зеленой гречки, она не пропаренная и более полезная для птиц. Рис лучше использовать коричневый или бурый. Кроме того, можно расширить количество круп, входящих в состав каши. Это может быть еще овсяная, перловая, ячменная крупа. Кашу можно варить, если птицы охотнее поедают вязкую кашу. Можно запаривать, если попугаи любят рассыпчатую кашу. Мои квакеры едят ее в любом виде. Но если кашу не варить, а запаривать, то в ней остается больше полезных веществ. Поэтому я в основном запариваю. Кашу я тоже готовлю на несколько недель сразу и замораживаю. Так гораздо удобнее и быстрее и даже безопаснее, поскольку готовая каша хранится в холодильнике только двое суток. Хорошо промытую крупу я заливаю большим количеством питьевой воды. Ничего больше не добавляю. После того, как вода закипает, несколько минут еще варю, снимаю с огня, накрываю кастрюлю крышкой и оставляю для запаривания минимум на 20 минут. Можно запаривать и гораздо дольше. Ежедневно я даю двоим моим средним попугаем-монахам 5 граммов мультикаши. Мои попугаи совершенно не едят мел и сепию, поэтому я добавляю их, либо таблетку глюконата кальция в эту смесь. Предварительно разогреваю кашу в микроволновке. Попугаи очень любят теплую пищу. Нельзя давать горячую, потому что они могут обжечь зоб. Эти пропорции я рассчитала для своих попугаев-монахов согласно цирковой диете и добавила к 12 продуктам еще 7 продуктов, которые мои попугаи едят ежедневно. Итого их уже 19. Остается разнообразить рацион еще 11 продуктами. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Синие Крылья. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok